То ли Зигфрид поменял Карлоса в гальваническом цеху, то ли крейтер ликерчика было выпито меньше положенного, однако данная конкретная единица немецкого производства мануфактуры ТОВА травление выполнено просто на ура в одной из двух бритв, которые сегодня мне для восстановительно-задачных работ передал Александр. Конечно, справедливости ради стоило бы отметить, что если бы они, ну, опять же, здесь два такие могут быть, две мысли на этот счет, либо они, либо испортились современные шведы при поставке сырья, а данная конкретная бритва, сейчас мы ее внимательно и осмотрим, она выполнена именно из шведской стали, о чем свидетельствует надпись на родном коробе, что это шведская сталь. Либо по-прежнему немцы имеют какое-то отдельное от всех остальных видение того, как должна быть сталь закалена. К тому я это говорю, что в данной конкретной, а они очень, скажем так, ну, до определенной степени, они похожи, эти две бритвы, вторая это ракета завода стальных изделий города Москва, образца 1966 года. Эти две стали, они очень похожи между собой тем, насколько они сухие и склонны к выкрашиванию. Поэтому, естественно, структура абразивной зереной связки, в которых эти зерна закреплены, камни японских, этим бритвам, как по мне, по абсолютно скромному мнению, ни на какую неистину, ни в каких инстанциях не претендующую, так вот, по моему мнению, японские камни не для этих бритв. Была, как обычно, скажем так, проведена предварительно, ну, прежде всего, естественно, обе эти бритвы, они разобрались, обе эти бритвы, они были почищены, были вымыты и выполированы оправы на них, бритвы заново собраны, однако, я искренне прошу Александра, как законного владельца, меня простить. На ракетке здесь пины желтого металла, предположительно, латунные, а я поставил мельхиоровый пин, поскольку эти пины, они как-то так больше в использовании, и латунных у меня, к огромному сожалению, в наличии не осталось. Поэтому собрал я на мельхиоровых пинах, и, естественно, обе эти бритвы заточил. Поэтому заточной набор в данных конкретных случаях, и для стали подобных, то есть склонных к выкрашиванию, к высокой такой, высокой закалке, к сухости, одним словом, они отрабатываются на следующем заточном наборе. 2000 шептон, 8000 шептон, 8000 нанива суперстоун, поскольку 8000 шептона и 8000 нанивы, это понятия разные. А плюс еще, помимо того, что понятия разные в плане величина абразивного зерна, еще и в наниву добавляются некие химические составы, которые усиленно выполировывают сталь. Есть там такое у них собственное изобретение. Поэтому двойка шептон, восьмерка шептон, восьмерка нанива, и после восьмерки я сразу соскочил на тюрингийца, и на нем, в общем-то, все это делает финишировал. Внешне бритва эта выглядит вот так теперь. Еще раз, смех смехом, но выполнено травление очень хорошо, оно прямо чувствуется как глубокое, потому что часто и уста, ни один, ни два раза я уже сталкивался с таким, когда при шлифовке, даже при полировке без шлифовки, поскольку вот эта сторона, она только полировалась. Я использую ювелирные полирующие пасты, поэтому они оказывают, вот на такие, на тонких, на таких нюансах, они оказывают именно нужное внимание. Так вот, часто и уста сносится, вот эта надпись точно, она уходит практически на нет. Ну, и эта сторона, естественно, все очень хорошо выполировалась, верли. Самый носик, торец носика, все очень и очень хорошо. Ну, естественно, заточилась. Проверяем быстренько. Проверяем, отпускаем, так сказать. Естественно, тюрингиец даст. Он, возможно, в определенной степени, скажем так, он не настолько большую остроту дает, как японец, однако, безусловно, он комфорта в работе добавляет. И опять же таки, в работе с подобного рода сталями, это незаменимое, незаменимое средство. И так, Дова. И вот ракета. Также было разобрано, оправа была вымыта, вымыта предварительно, и выполирована. Ракетку отполировал. Ну, естественно, сам клиночек, поскольку в этом месте мы это с Александром предварительно посудили. Такой был, ну, в районе осевого, где-то водичка попала, и надо было вот в этих местах. Ну, уже что, разбирал-то, чистил, как положено. Здесь есть еще такой забавный значок, тут треугольник имеет место быть. Не знаю, к чему он здесь, что обозначает, но но он там есть. Обе бритвы заточились по классике, без, без участия изолент, поскольку ребра обухов в обоих случаях были со следами хун износа. Он, естественно, незначительный, но поэтому решил заточить по классике, как есть. Естественно, они еще там фаски никуда не расширили, сантиметры металла никуда не ушли, не сточились. Какие-то, может быть, там пол микрона ушло. Ну, это, конечно, можно подобного рода величинами можно пренебречь. Итак, вот они. Бритвы готовые к работе. Законному владельцу будут переданы, естественно, при первой же возможности. У меня же на этом пока все. Спасибо большое за внимание. И до скорых встреч в эфире. Пока.